Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16 по 18 стихи. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренняя со дня на день обновляется. Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Кто считал это, думали, о чем написано? Видимое, невидимое. А невидимое о чем тогда рассуждать, если его никогда не видел никто? Тем более, святые отцы не пытаются даже это перетолковывать, а только в их временах, что можно было видеть. И впереди у нас какие-то страдания. А ты подумай, стоит терпеть или не стоит? Вот перед тем, как идти сюда, я только разговаривал. Близкий наш человек. Ну, в природе у него другой национальности есть люди. И вот дедушке уже там много лет, а он мусульманин. И ему в свое время, где он там был, что-то учился нехорошему делу, ему казалось, что на занятиях он вверх ногами висит, а ему передает. И вот он, когда внук его приезжал по Теряевку, и он начал буквально бесноваться. Ничего не знает, куда едет, его разрывало буквально. Если Господь благословит его дочь, а это мать этого юноши, мужчины теперь, она будет принимать крещение в православной церкви. И вот приходилось говорить ей, невозможно ведет себя он как, пока ему не нальешь. Спрашивает, можно ли давать? Нет. Тем более, у мусульман это запрещено. Ну, что делать? У нас это не запрещено. Так вот, нужно задуматься об этом. Что же хотел здесь Павел-то сказать? Он увещевает людей, чтобы искали вечного, вечное. Вот видите, как мы посмотрим на любые картины, фильмы показывают, мы можем посмотреть. Вот свеча горит. Вы задумались, а почему она горит? Попробуй руку поднеться, она может обжечь тебя. А где тепло-то было? Сегодня говорят, что это аккумулировалось от солнца. Когда пчелы таскали там нектар, оно было под солнцем, как дерево, в дерево, в уголь, и тепло там сохраняется. Теперь при нужной температуре оно горит. Невидимое стало видимым. Но не об этом речь идет. Ребенок начинается, видимое или невидимое. Я сегодня посчитал об этом, просто какой высоты хирургия достигает. Слушает ребенка и видит, ненормально работает. Это до 30 еще недель. Клапан работает. Если он родится, то не больше двух дней будет жить. Приборы придумали. 12 человек одновременно хирурги, все. И ему сердце там не больше ягодки виноградной. Заводят туда. И около 12 часов идет операция. И уже больше 300 человек так оперировали. Совершенно нормальный растет ребенок. Я только подумал, сколько же у нас лицемерия. Раньше было как? Он родился мертвый. Так за ним-то еще 10 раз будут. А сегодня каждый день в Российской Федерации убивают внутри матери 20 с лишним тысяч. Тысяч. За перестройку 120 миллионов. Без всякой операции. Они все нормальные, живые. Писатели, поэты там были бы, ученые. Мы не знаем. А сегодня людей не хватает. Молодежь бежит. Почему? Нет вечного. Вечное то, что мы не видим. Вот посмотрите на наши иконы. Вот из Господа. А говорят сейчас только воскресенье это его видевши. А видели ли его? Нет, видели уже воскресенье. Воскресенье само никто не видел. У нас слова, которые требуют пояснения. Вот сколько в 1962 году открыто генеральный секретарь Компартии объявил нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. И получается так, что мы уже живем 42-й год при коммунизме. И все поверили. Тиражом выпустили 1 миллион 200 тысяч. Брошюр, которые рассказывали, как все это будет. И главное, что для них было важно, как-то подсуседиться к христианам. Моральный кодекс коммуниста почти сходится с православным. Но только там ненависть, там таким врагам проще. У нас этого слова нет ненависти. При рождении свыше это все уходит. Не то, что я бы думал. Как? Господь это удаляет. Итак, мы сейчас вникнем, посмотрим, чтобы, когда люди будут говорить, ну вот ты это видел? Говорят, я верю в то, что видел. Ну, это пустое. Мы не видели писателей, поэтов, да это вот. Какие были большие захватчики от Чингисхана. Никто же не знает, не видел их. А почему? Говорят. Вот она такая красавица. Но если положить рядом трупы, трупа уже ничего нету. Все опало. А если останутся кости там через сколько лет, вообще одинаково не определить, что там был. Мужчина или женщина. Ну, только Герасимов там еще показывал что-то. Вот какое дело. Нужно найти нам невидимое. И в сравнении с ним, то, что нас здесь на земле держат, ну, все, что это имение, машины, звания, все, что есть, что удовлетворяет пищи, оно временное. Настолько временное. И настолько ненадежное. Даже сказать трудно. Потому что думали, что так и будет. И верю их землетрясение, и так практически уходит. Самое короткое время. Сулами. Чистые все побережья. Речь идет о сотнях тысяч сразу погибших. И потом волна смывает и в море унесла. Так видимое или невидимое? Здесь говорится о духовном. Мы мысли не видим, но мысли выражаются в чем-то. Вот здоровье. А то не отдельно какая-то лежит там пачка лекарств, таблеток. Это соединиться с чем-то, с человеком. Но многое, что мы называем, оно для нас невидимое. Я простые маленькие примеры говорю. Апостол Павел Библии об этом говорит. О насекомых, обо всем. Посмотри, иди поучись у муравья. Так что я ничего тут своего не скажу. Потолок сделан из стекла. Чисто очищенный. Идеально. Муха садится и не падает. Как она может зацепиться-то? Зачем она держится? Мало того, но она маленькая. Не маленькая. Она должна держаться на чем-то. Геккон. Специально такая богом изданная. Ящерица. И она бегает по стеклу. И никто не мог ответить, пока не изобрели электронный микроскоп. Оказалось, что у ней на каждой ножке присоски есть. А которые присоски, она как раз так прижимает, они сразу прилипают и дальше некуда. Эти присоски оказались себе еще другие имеют. И когда увеличили в 180 тысяч раз, тогда увидели, да и не отдерешь оттуда теперь. Кто это создал? Но оно невидимое. Не к этому нас Бог призывает. Невидимая душа. Я разговаривал с людьми, которые обмирали. Ну, Барнаул прославился у Стюжаниной Клавдией. Крупская она здесь была. И она в морге лежала два дня. Домашние выдали документ, что заберите ее. Ее препарировали при том. И она показывает, когда швы, которые потом наложили. Рак все опутал. И вдруг она жила. И что она рассказывает, что она там видела. Я разговаривал с шахтером. Их когда задавило там. Ну, вытащили труп. А он ожил. У меня через банку только увидели глаза шевеляться. И я говорю, ну, хоть что расскажи. Хотя в Библии написано, не видел глаз. Не слышала уха. На сердце не приходило. Ни один художник нарисовать не может. Вот Рафаил ходил с Тавитом. Ну, теперь ходил же с ним. А потом в конце говорит, я ел с вами. А этого ничего не было. Это только для вас. И теперь Данил говорит, я видел старца. И к нему подходил там кто. Это все только для нас говорится. Это все не так. Нет там дедушки, который на облаках сидит. По-другому. Бог всеобъятен. Где ему? Нигде конца нет. Человеку не дано ни во времени, ни в пространстве понять ограничения. Мы не знаем этого. Но здесь нам понятно. То есть то, что уходит из этой жизни, что никогда не кончается. Я сегодня с этой говорил. Она говорит прям со слезами. Ну, невозможно. Все-таки родной отец как? Что сделать? Да никакой беды-то нету. Понимаете, что Серафим Саровский прямо говорит. Вот это комната. Ну, если не умирающий. Не одного, а вся накиши червями. И каждый из них нам прогрызает в глаза, в уши, тело, вылазит с другой стороны. Любезные мои. Ну, стоило при тебе всего лишь, ну, сто лет каких-то. Пусть бы они нас грызли. Но там вечность. Всему конца нету. Слава со Христом. Великая милость. Итак, я хочу сегодня сказать то, что мне открыто здесь. Как разузнать, вечное или не вечно. Вот здесь показаны какие смятые. Да, они были. Но сейчас их нету. И мы увидеть не можем. Мы вполне можем думать. Сюда приложить. Не видел глаз. Наш глаз никто не видел. Мы считаем только про них. Вот как их рисуют, они такие. Господа никто не видел. Но мы так близки к нему, что ощущаем, когда он нас слышит на молитве. Когда благословляет, когда сохраняет. И мы только поблагодарить Бога. Вот у меня тогда было вчера чудо. Настоящее чудо. Большое нападение было на меня. Нападение. Просто доказать еще нельзя. Никак нет. Я помолился, Господи, а что я могу сделать? Проходит несколько часов. Появляется человек и приносит. Вот документы, которые опровергают то, что с вами. Я не могу с молитвы стать. Я поднял руки, как будто меня Господь поднял. Господи, да только что молились. Но я успел по интернету сказать. Это живое, прямо сегодня. Притом это не один человек, а много людей уже знают. И благо все благодарят. То есть мы устремлены к невидимому. У меня защиты никакой нет. У меня отнимают все, что есть. Сумели сделать так, что перепродает, хоть на лузису выбрасывает. И все Бог сделал. Несколько часов только. Я только подумал, Господи, не по делам нашим Ты поступаешь. Каждый раз. Господи, да как же Ты с нами? И где Бог, там большинство. Которое никогда не кончится. Брат, еще раз прочитай это место. Второе Коринфянам. Четвертая глава, 16 по 18 стих. Посему мы не унываем. Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Внутренний невидимый человек. Душа, душу-то не видно. Душа-то вышла из человека. А ее видели и нет. Но сумели высчитать, сколько она весит. Под колпаком человек. Там ни грамма воздуха не попадает. И висли. И вот он последний раз вздохнул. И все на одном месте. И как только он вздохнул, душа вышла. Шесть грамм. Примерно. Значит, у ней тоже вес какой-то есть. Можно поверить в это. Потому что это все временное. А в вечности будет не так. Все встанут. Душа вернется в тело. Другое, обновленное, бессмертное. И всем пройти надо будет по огненной реке. Это только у Даниила говорится. Праведник воссияет, как солнце. А гречки, как обгорелая головня. И над каждым будет надпись. Кто он? Подвижник. Постник. Какое твое звание было? Священник. Это то, что делаете, говорите. У Бога все это усчитывается. В одном житии говорится, что Божья Матерь дает награду тем, кто поет. Я стою и не пою копейки. А здесь, которые поют, там им порублю, образно сказать. Тут не просто люди поют. Как говорит злоту, ангелы помогают. И мы должны благодарить Бога, сколько мы жили, и сколько было опасностей, и как Бог все это вывел. И поэтому наши беды, сегодняшние, они не стоят разговору. Потому что мы устремлены к вечности. И нам Господь это открывает. Книга Судей, 13.21. По этой же теме немножко только посмотрим. 13.21. И невидим стал ангел Господень Маной и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. Не сразу пришел. Там человек пришел. А он сказал, как родится сын. И как он будет себя вести. Самсон самый сильный в мировой истории человек. Ворота городские. Там заехать только можно. Кран какой-то. Он вырвал вместе с косяками. И на гору занес и бросил. Не дай Бог. Говорит, такого сильного нечаянно повернется и припишут. Убил. Почему? Ангел. Невидимый. А такой ли он? Вот я запомню. А можно сатерапировать? Вот если бы так говорили, да записал, да голосы. И все это оказывает призрачное. Это только для нас. Потому что он пищу взял. Не стал, если жезл был, прикоснулся к пищу, которую принесли. Огонь загорелся, все вспыхнуло, ничего нигде нет. Херувимы, Серафимы. Ну тут как-то есть еще крылья, шесть крыльев. А еще другие, которые на небе есть силы, власти. А это что? Это как выглядит? Начало силы и власти. Да это только Бог открывает через святых. Мы должны сказать, да так. Заметил, как прошло время только до этой минуты? Как будто не с нами это было. А там вечность. Вот родственники, они никуда не делись. Только одни там, другие там. И Бог все на земле, что делается, знает наперед, когда самой земли еще не было. Он знал, что мы будем о этом рассуждать. Вот такой день, такая обстановка. И какие же мы счастливы, что нам Бог это все открыл. Дальше. Лука 24, 31. Тогда открылись у них глаза. И они узнали его. Но он стал невидим для них. Увидели его. Но видели, можно было бы сфотографировать по сегодняшнему как-то. Это не будет соответствовать действительности. И он при закрытых дверях вдруг явился. Все другое. Если ты в это веришь, больше тебе ничего не надо. Самое-то главное вера. А выше это любовь только есть. Если это с любовью. Еще прочитаем. Римлянам 1, 20. Видите, Господь как явился. Сидел, пока не узнали. Как узнали, исчез. Не горело ли в нас сердце? Мы чувствовали, что ты непростой человек. А узнали, когда стал преломлять хлеб. Увидел. Ну, как хлеб-то? Ну, две стороны вот так вот. Нет, что-то такое еще было. Вот как по походке узнают. Я, говорит, не знаю. Но я по походке узнал его издалека. А это движение какое-то. За столом как. Я издалека могу узнать. Верующий, неверующий, неверующий. Он на стол наклонился, облокотился. Когда говорит Сераха, говорит, не облокачивайся на стол. По бесстыдству. И сделай так, чтобы видно было. Вот разговариваю где-то. Ну, на расстоянии видимости я могу сказать. Верующий, неверующий. Как они говорят там. Что? Ну, видно, как люди ведут. И здесь был невидим. Риминам 1.20. Ибо невидимы его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. То есть люди говорят, я Бога не видел. Эти люди безответны. Почему? А ты видел вот такое? Видел. А ты слышал, что есть такой кит, финвал? Он целую шлюпку может заглотить. А ты слышал такое? И дальше. По порядку. И это нам открыто рассматривает творение. Вот сколько здесь? Вот 11 дверей только у нас здесь. Ну, кто их делал? Как делал? Я не знаю. Но я знаю, что кто-то прикасался. Какой-то инструмент был хороший. Ну, мы знаем. Брат Николай это все тут делал. И так мы когда рассматриваем, вот сколько насекомых. Когда считаешь, десятки тысяч. И только одна пчела может сделать мед. И притом он всеми уважаемым, богатым и бедным, и медведем, и муравьями. Всем. Ты Бога благодари. Через рассматривание творений. Кто это сотворил? Не знаю. Но само по себе ветер надул, тут песчинки сложились. Не получится. Это другое что-то тут есть. И вот этот Павел и говорит об этом. Да, есть люди, которые говорят, Бога нет. А другой ему в интернете пишет. Впереди написано, а что ты не говоришь? Сказал безумие сердца своем. 13-й, 52-й Псалом. Бога нет, это полное безумие. Но ты сам посмотри, как. Как это все движется. Я не знаю, как кому, но я скажу про голубей. А что они понимают-то? Глупая такая птица. Глуп, Ефрем, как голубь. Вот я захожу. Ну холод же, они там не греются наружу. Я с ними наговариваю. Голуби потерпите еще одна неделя. В следующую субботу полегшит вам. Они вот так голову на бок делают и смотрят. Христос вас создал такими красивыми. Опять голову на другую сторону. Чтобы мы радовались. Господи, как ты сотворил. Всякие сорта. И нам что он только не дал, Господь. Вот куда ни погляди. Все сплошное чудо. Какие книги. Кто-то бумагу изобретал. Все это от Бога. Научились разговаривать. Дал русский язык. Великий, могущий русский язык. Как говорил Пергенев. В годину испытаний. Единственное утешение. Если знаешь другие языки, то с русским нет сравнения. Нет на землях. Самый великий и могущий. Держитесь его. Далее. Второе. Коринфянам 4,4. 4,4. Это первое Коринфянам. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимому. Вот как. Вот спрашивают. Ну что такое свет? Ну какими-то фотонами там можно измерить. Что такое тьма? Нет измерителя. Только одно. Отсутствие света. Что такое праведник? Можно сказать. Человек, знающий Бога. А что такое неверующие? Здесь говорится, что Бог века сего. Богом называется с маленькой буквы. Тот, который хотел в сонме богов сесть. Вот мы сейчас невидимые. Нет богослужения, где бы не присутствовали злые силы. Ну это житие Макария мы когда считаем. Он говорит, да у нас же литургия. А ты еще не знал. У нас, говорит, у вас нет ни одной литургии, где бы я не присутствовал. И только Макария Александрейскому Господь открыл и показал. 19 января, по старому стилю, его житие. Прещищают. С каким благоговением. Батюшка. Люди тут. Все это. И никто не видит. Ему все это открыто. А люди не достойны. Священники везде. Сын запился. Что делать? Говорит, ну пусть придет причаститься. Может поможет. Ему в храм заходить нельзя. И что получается? Темные силы. Называется эфиопами. Он рот разъевает, причастие принимает. Ему в рот толкает уголь. А причастие незримой ангельской рукой возвращается в алтарь. Это жития святыги Битера Ростовского. И поэтому мы должны быть, выходя, где приветствуют друг друга, смотреть. Ничего лишнего не должно быть. А лишнее это размышление. На молитве стоишь. Я молитву до воскресняет Бог столько раз говорил. Сбивает сатана и все. Уже под одеялом. И надо прочитать. Начинаю бывает сразу, а бывает два раза надо прочитать. А то позевота какая-то. Один очень ясно невидящий человек, ослепший. И он спрашивает меня, ну вот когда подходит вам зевота, вы как избавляетесь от нее? Я говорю, а вы как? Он говорит, я крепко зубы сжимаю и вид не даю где-то. Я точно так же. А если я позевнул, это означает, моя молитва не угодно. Я заново начинаю тогда входить в этот. Невидимое. Ну, кто-то тут крутится рядом, мешает. Дальше. Евреям 11.3. Речь идет о невидимом. Кто-то здесь рядом и душу нашу не видит, а мы Бога благодарить будем. Верую, познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Из невидимого. Я про этого шахтера стал говорить, беседовал в шахтах, в город. И он говорит, я не могу еще сказать, только я видел птиц. А вы видели павлина? О, еще бы. Там у него такой вот хвост широкий, какими узорами идет. А воробья? Да вот он, воробей. Разница большая, сравнение нет. Так вот, наш павлин там, как воробей. А остальные все выше его. Я, говорит, еще больше не могу сказать. А как он оказался живой? Ну, скажу, там, сестра, остановка, там, кто такое. Дальше. Евреям 11.27. Веруя, оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вот, нам нужно научиться видеть, как дальше события развиваются. Дальше-то что будет? И вот люди обещали. Более лживой идеи, как у коммунистов не было. От каждого по способности. А это надо учиться, с честным быть. А и каждому по потребности. Это на один день растащат, съедят, разбазарят. И верили в это, и плакаты такие были-то. А вот надо невидимое. Надо глянуть. Как безбожники. Мы как-то рассуждали об этом. Много людей, и меня неверующие. Ну, а как вы считаете, вот, вера-то, она как нужна? Я говорю, революцию делать не нужна. А как только сделали, сразу вернуть напряжение. Как руководить людьми-то? Вы же видите, что они делают. Власти, которые должны быть. Банда, которая грабила, оказалась руководитель женщины-капитан. Капитан полиции. И сколько таких. В другом месте машину вырывали, продавали священник. Священник, свободное время. Дальше грабили, увозили, продавали. Показывали мне, скинули одно место такое. И сказали, что там теряются дети. И, наконец, нашли. Оказалось, китайские рабочие, свободное время. Маленьких детей приговаривают. Убежают в ящиках, льдом обложенные, чтобы как живые отправили. На органы отправляют. И спросили только, а остальные куда девают? Куда? Варим да съедаем. А люди их бьют. Такой вопль стоит. Это все снято. Я как-то зашел в полицию здесь, в шнездорожный район. А там снимки потерянные люди. Я говорю, что совсем? Это столько теряется? Это только за вчерашний день, может быть. В одной Москве он назвал, только больше 10 тысяч потерянных. Вот и все. Куда-то вышло. Ну, плохо жили. За молочным зашла. Грудной ребенок, куда бы она пошла-то? В магазине видели, когда вышли, уже не видели. Куда она делась? Вот это невидимое. Невидимое превращается, когда-то откроется в свое время. Сегодня мы должны сказать, да, я это не понимаю, невидимое. Но молекулы уже рассмотрены. И ядро уже рассмотрено. Невидимое в их временах, когда Павел писал. То есть они были окружены тайной и не знали даже, что означает северное сияние. Для другого они его вообще не видели. Мы многое знаем, но лучше не стали. Но во всем, что есть, мы должны сказать, видимая рука нашего Господа Бога. Еще. 1 Иоанна 2,17. 2 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Видите как? Бессмертие дает пребывающий с Богом. Что бы у тебя нигде-то ни было, помолись, поблагодари Бога. У других намного хуже. Намного труднее. Есть люди, которые, ну, знаете, Ник Выщич, без рук и без ног. И более популярного человека на земле не было. Его только поцеловали, мне так говорили, 2,5 миллиона человек. Которые, ну, что-то, большой недостаток. Он с президентами встречался, с папой римским. Оказалось, что никуда не годен. Ничего подобного. Еще женился на каком-то фотомоделе. И показано, как он, 2 ребенка. Она-то идет, коляски его катят. Он же приезжал здесь был. И серб. Каждый раз-то только остановились. Ну, Господи, ну, сербы, братушки наши. Ну, почему же он к сектантам-то ушел? А родители там были. Когда отцу, говорит, сказали, что ребенок родился без руки, он, говорит, по стенке пополз. А потом вышли и сказали, у него, говорит, и второй руки нет, и ног нет. И никто не знал, что это будет. Я считал, что родную девчину такую, ну, предсказали, а что у нее будет с головой ненормальная и слепая. Вот слепая сбылась, а вторая нет. И она одна из самых сильных проповедниц в мире стала. Всюду разъезжала, всюду свидетельствовала. Господи, ну, все же видели, если она столько знает, почему я ничего не знаю. Как перетерпеть надо воображением, что другим хуже. Для нас этого вполне достаточно. Так. Да, 25 стих. Обетование же, которому он обещал нам, есть жизнь вечная. Трудно поверить, как вот вечная. Ни старения нету, где-то возраст будет примерно 33 лет, как Христос. Так святые отцы говорят. Надо в это поверить. Мы здесь во временное, и все придется оставлять. Не надо уж так вот. Ну, не знаю, как лучше-то. Есть государства, которые были, империи исчезли. Ну, кто бы думал-то, что вот, когда уже все, враг захватил, и все повернется по-другому, и сделается друзьями. В мире столько неожиданного. А это невидимое. Нам не открыто. Далее. Римлянам 8, 24, 25. Еще подтверждение найдем. Так, 8, 24, 25. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему надеяться? То чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Чтобы терпение было, надо твердо быть уверенным и ожидать. Так это будет. Враг только хочет одно, чтобы оттолкнуть нас от Христа. Так, что ничего этого не будет. Ну, люди верующие. Да они еще не знают. Я не знаю ни одного изобретения, которым пользовался, что он был неверующий. Сегодня прямо говорят, а кто изобрел. Разговаривают в интернет. Все люди верующие. Не говоря о прошлом. Исааку Ньютону как приписывали. А он говорит, посчитай книгу. Книга одна, а только Библия. Только она. Она нам рассказывает все. Главная книга мира. И еще 2 Коринфам 5-7. Надежда, чтобы была действительно надеждой, надо верить в то, чего не видел. Ибо мы ходим верою, а не видением. Верой и не видением. Мне не надо это смотреть. И ты веришь в это абсолютно. А почему? Милость Божия, которая так нас наградила. И нашему Богу слава, что он невидимым для нас Христа сделал для нас видимым ежедневно. Слава Единосущной Троицы, невидимой нами в обеки веков. Аминь.